Ты придешь, посмотри, может быть, так вот на пол где-то поставили и забыли. Посмотри у себя, хорошо? Я возвращаю, спаси Христос. Она очень хорошо сделана, но это уже смотрели. Я начал не могу раскладки сделать. Слава Христос. Холю небесный, утешителю души истины. И жизнь в детстве, и вся исполняя сокровища плодих, и жизни подателю, и идеи все веселны, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами и прости нас. Даруй нам здравие духовное и телесное, и Дух Твой Святой да не покинет нас. Господи, благослови нас Тебе за все хвала. Отец и на Дух Святой. Аминь. 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 Сегодня прощение послания официанам. Температура. Температура. Мед надо, нет? Есть. Заходи. Послание Ефесянам. Святого апостола Павла. Глава шестая, стихи с десятого по семнадцатый. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Стиль десятый. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Дом каждого есть как бы войско. Поэтому уже, приведя в порядок все силы, выводят их на войну. Ибо если каждый в отдельности не будет нарушать своего порядка, тогда и военное дело будет в хорошем положении. А так как уже многое, что казалось расстроенным, он привел в порядок, то не страшитесь, говорит, но дерзайте в силе Господа. Ибо у Него не просто сила, но могущество силы. То есть Он имеет силу неизреченную и все превозмогающую. Стих одиннадцатый. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Толкование. В чем состоит всеоружие, это покажет несколько после. Но заметь, почему Он не сказал битвы или войны, но козни. Козни есть обольщение и уловление посредством хитрости. Ибо враг не открыто предлагает грех. Например, он не склоняет явно к идолопоклонству, но располагает к этому иным способом, коварствуя, то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанием, что противник ужасен и изворотлив, ободряет их и побуждает к осторожности. Стих двенадцатый. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Толкование. И это не для возбуждения страха, говори, но для того, чтобы сделать внимательными. Ибо тот, кто указывает на силу врага, делает тем самым своих более осторожными. У нас дело, говорит, не с обыкновенным врагом и не с людьми подобными и равносильными нам. Как Бог начало и власти имеет, так и надменный тиран устроил у себя подобные же порядки. Против мироправителей не в смысле обладателей мира или твари, потому что Писание миром обыкновенно называют лукавые деяния, и тех, кто совершает оны, как в выражении, вы не от мира, Иоанна 15, 19, то есть не из числа творящих злое. Теми же обладают демоны, потому что они добровольно отдали себя в рабство им. Тьмой называют непотребство, которое является и существует в семь веки, но далее его не простирается. Против духов злобы, так называют демонов, а так как и ангелы суть духи, то он и прибавил злобы, потому что те – духи добра и света. Говоря же, что мы воюем не с плотью и кровью, он через противопоставление дает знать, что воюем с подвижными, непобедимыми в коварстве и трудноуловимыми. Поднебесных через это опять побуждает к бодрости слушателя. Опасность, говорит, в великом деле, ибо дело идет не о земном и тленном, а о небесном. Предлог «в» употреблен вместо «за» и «ради», как бы говорит «ради небесного воюем, и потому нужно быть бдительным». Стих 13. «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Толкование. То есть в настоящем веке, потому что его называют злым днем, а злых дел, совершающихся в нем, ободряет также и указанием на то, что время борьбы кратко, ибо называя днем, указывает на его краткость. Всякие страсти и постыдные пожелания преодолев, то есть победив и умертвив. А так как многие и после победы пали, то, говорит, устоять. И после победы нужна твердость, чтобы побежденный опять не восстал войной. Ибо если мы предадимся беспечности, умершленный враг непременно снова оживет. Заметь, что возможно преодолеть и стоять твердо, и мы не должны потом малодушествовать под предлогом, что враги могущественны, ибо нам дана такая сила, и мы научены такому искусству, что и с демонами можем бороться, и даже больше, не только бороться, а быть настолько страшными для демонов, по силе обитающего в нас, чтобы не нуждаться в борьбе, а просто попирать змей и скорпионов. Сие же, говорит Павел, потому что многочисленны были у них противники, научая, что при посредстве сих воюют с нами демоны. Посему не на людей гневайтесь, а вооружайтесь против демонов. Стих 14. Итак, станьте припаяться в чресло вашей истинною и облегшись в броню праведности. Толкование. В деле войны первое – уметь хорошо стоять. Поэтому Павел прежде всего советует относительно стояния, требуя, чтобы оно было правильное, приличное воинам, прямое. Ибо надлежащим образом стоящий стоит прямо, не наклоняясь к чему-либо, как и тот, кто не стоит, не есть прямой. Например, человек любострастный, сребролюбивый и живущий роскошно не стоит прямо, а наклоняется к чему-нибудь. После же стояния припоясывает воина, конечно, в духовном смысле, и того, который расплывается и находится в расслаблении от пожеланий, скрепляет, стягивая посредством пояса. Чреслами же называют душевное мужество и все выносящую силу. Как дно у кораблей, так и чресла у животных составляют как бы некоторое основание. Потому и мы от утомления часто отдыхаем, положив руки на чресла. Таково же положение и духовных чресл, которые апостол повелевает припоясывать истиной, заключающейся как в учении, так и в жизни. Ибо никто из еретиков не припоясывается истиной, но они вращаются внизу, около земли, не имея возможности постигнуть ничего возвышенного, но человеческими помыслами, вращающимися долу, исследуют божественное. Кроме того, будучи нетвердой и в жизни, и подчиняясь обольщениям мира, они не только не припоясываются истиной, но, упав низко, даже жаждут лжи. Но мы не таковы должны быть, а во всем следовать истине. Будет ли это учение, должны в нем искать истину. Будет ли жизнь, точно так же. Мы должны быть нелицемерными, чуждыми коварства, не допускать лжи друг к другу. Если мы таким образом будем припоясаны, то будем в состоянии стремиться к цели. Припоясанием же этим он дает знать, что нам всегда должно быть вооруженными, как и Давид говорит, как пояс, которым всегда опоясывается. Псалом 108, 19. Ибо в непрестанной войне мы находимся. Григорий же Богослов под чеслами у нас разумеет желательную способность, ибо в чреслах внутренности, которые в Писании символ пожелания, а под истиной способность созерцательную. Поэтому утверждает, что Павел здесь увещевает всякое желание наше припоясать созерцанием и размышлением о Боге. Ибо созерцающий Бога и находящий радость в нем, как поистине возлюбленным, и допустит, чтобы его желание обратилось на что-нибудь низкое и вращалось около земных предметов. Правдой здесь называют вообще добродетельную жизнь, как бы говоря, облачив свою грудь праведными делами. Ибо как броня делает человека неуязвимым, так и правда того, кто облегся в нее. Стих 15. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Толкование. Хорошо предлагает нам и латы. Этим он говорит или то, что должны быть готовыми к благовествованию и проповеди, ибо прекрасны, говорит, ноги возвещающего мир, Исайя 53,7, или что должно нам быть готовым к исходу, живя по Евангелию. Ибо ноги символ жизни, посему и говорит, поступайте осторожно, Ефесянам 5,15. Готовность же благовествовать, добрые дела, которым и Господь внемлет. Господи, Ты слышишь желания смиренных? Псалом 9,38. Хорошо также сказал мир, так как он упоминал о войне и битве, то показывает, что войну эту нужно вести против демонов, а не против людей, ибо о мире благовестие, и что, сражаясь с демонами, мы пребываем в мире с Богом, которого не должно снова возбуждать к войне против себя, нарушая мир. Но благая весть уже есть, победа совершена, посему не будем страшиться. Стих 16. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Толкование. Словами же паче всего указывает на упомянутую выше истину и правду и упование Евангелия. Ибо все это нуждается в вере, но вера называет здесь не познание истинного богопочтения, а веру чуждую сомнение, которая заставляет верить в будущее как настоящее, которая совершает знамения и настолько пламенно и горяча, что и горы переставляет. Итак, как щит прикрывает все тело, ограждая и защищая его подобно стене, так и вера без сомнений ограда всей души. Такая вера о немудровании есть щит. Щит прикрывает, а не только мешает. Стрелы лукавого, то есть постыдные пожелания, помыслы неверия, как, например, будет ли воскресенье, будет ли суд и искушения. Раскаленные же не только потому, что похоти разжигают и воспламеняют к постыдным делам, но и потому, что здесь мы и совестью как бы сжигаемся. К тому же и дьявол поджигает нас и через помыслы неверия и через искушения. Вера же угошает это, потому что если демонов она покоряет, то тем более страсти. Ибо разжигает для тебя похоть, ты, веруя в будущее благо и радость, погасишь ее. Полит ли тебе искушение, веруя в будущее, ты найдешь утешение. По размысли, каким огнем палим был Авраам, когда приносил жертву своего сына, но вера погасила этот пламень. 17 стих И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Толкование то есть спасающий и оберегающий. Ибо если мы будем иметь веру спасающую и охраняющую нас, то скоро получим и спасительные помыслы, охраняющие нашу главу или руководительный ум. В вышесказанном Павел нас вооружил, чтобы не причиняли нам вреда враги, а теперь дает оружие, которым мы сами можем причинять сильный вред врагам. Итак, мечом духа называют иносказательно или самого духа, или духовную жизнь, которой сокрушается глава дракона. Духовный же сей меч есть слово Божие, то есть заповедь. Ибо если мы будем исполнять заповеди, то будем умерщвлять змея лукавого, как говорит Исаия 27.1 или же слово Божие есть выражение во имя Иисуса Христа встань и ходи Деяния 3.6 и тому подобное. Или же мечом духа называют просто мудрость духовную, ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча. Евреям 4.12 Имеющий дар сего духовного меча и глаголющий божественное неодолим, каков был сам Павел. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина Кто из живущих на земле не слышал о такой стране, как Россия? И кто не слышал того, что ее называли Святой Русью, когда был у нее православный царь? Почему же Бог попустил, чтобы исчезло и то, и другое? Почему меч Господень пожрал все это? Почему меч смутьянов, бунтовщиков оказался сильнее Святой Руси и православного царя? Читающие Ветхий Завет знают, что, когда цари и народ уклонялись от служения Иегове, закрывали уши свои отслышания слов Господних. Бог посылал вестников своих и пророков и предупреждал о грядущем гневе, если они не покаются, не возвратятся к Господу Саваоку. История крушения Российской империи, когда Бог вымел дочисто весь дом Романовых как дом царей Израильских, приводит к тем размышлениям, что Русь не была святой, а царский дом только носил название православного. Последний царь из дома Романовых Николай Второй говорил, что он солдат до гробовой доски. Почему никто из имевших общение с царями не говорил, что есть иной меч, данный самим Богом, тот меч, который делает человека непобедимым и неодолимым, и этот меч Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча. Евреям 4.12 Имеющий дар сего духовного меча и глаголющий божественное неодолим, каков был сам Павел. Скоро исполнится сто лет, как Бог совершил казнь над Россией и над царствующим домом. И ни разу, нигде, ни здесь, ни за границей исследователи этой катастрофы не указали истинную причину этого катаклизма. Указывают на жидомасонов, говорят, что за отступление от Бога, но не говорят, в чем оно выражалось особенно. А причина в том, что народ не был привязан к Слову Божию. Не знал его и не проповедовал о Христе. К этому его никто не призывал, кроме сектантов, которых царское правительство и сенат жестоко преследовали. И сегодня, как перед революцией, похожая обстановка. Уроки из прежнего извлечены не были. Евангелие не на первом месте и даже вовсе не на каком. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча Евреям 4.12 и имеющий дар сего духовного меча и глаголющее божественное неодолим, каков был сам Павел. Поэтому нас ждет наказание еще более ужасное, чем в 1917 году, как богатступников и идолопоклонников в Израиле. Богу нашему слава во веки аминь. Как мы должны благодарить Бога за то, что мы имеем? А то, что есть двух часов сегодняшнего богослужения, но не меньше, чем час, я думаю, у нас звучит Слово Божие проповедник. И мне искренне жаль тех людей, которые, ну, не тех, которые не смогли по немощи прибыть сюда на богослужение, а тех, которые сказали, да нам тут ближе, мы все равно, батюшки нет, мы пойдем в другой храм. Мы даже не услышат то, что мы здесь услышали. А сколько слов сегодня наставления, как жить, как бодрствовать, и каждый из нас должен придя домой вот все слова, которые мы слышали, пусть не все, но многие, оживить в памяти и взять для себя что-то. Я, например, из проповеди брата Севастьяна первые слова о том, что Господь когда и прощает, но прежде того, что мы потом просим, он дает горение. И огненные испытания часто посещают нас. Это наводит на большие размышления. Во-первых, бдеть нужно, как батюшка нам постоянно говорит, нужно нудить себя, заставлять себя, любить ближнего, как самого себя, Бога любить, не согрешать, а потом, если согрешили, покаялись, то нужно понимать, что прежде должно быть горение, а потом и то, что просим у Бога. господь да, он простит, он подаст то, что просим потом, но воздаяние за грех, оно непременно будет. Ну еще послание к ефесянам было, про духа злобы поднебесной, но как бы там толкование было сказано, оно так не раскрыто. Духи злобы, главное, что здесь такое злобы, а они как, ну, как они мешают нам жить, эти духи злобы, как они под небесами, поднебесные, то есть они сброшены были с неба, Богом, не то, что они под нашим небом летают тут, и там бьются в какую-то твердь, а дальше как мухи не могут подняться, потому что холодно. Нет, они заполонили теперь все то пространство, где есть люди. Вот космонавт залетел там на сколько, самое большее, на 4900 километров, нет, 300, 347 тысяч километров, 49, по-моему. Вот там духи злобы поднебесной будут, они на него действуют, на этого космонавта. А выше им надо забираться, говорят, а если инопланетяне, если там какие-то еще существа, конечно, есть, они и есть, но они как неотрывно ходят за человеком. и когда идет Антоний Великий, а нет, Антоний Великий идет, и по пути встречается ему бес, и он спрашивает, это дух злобы поднебесной, может, сам сатана, с корзиной такой большой, там что только нету, и цветы там есть, и колбасы какие-то, и хлеба, и рукоделие какое-то, и там, и бисер, что только сверкающие, жемчужины, и он говорит, а ты куда идешь? Да в храм. Да как ты можешь в храм пойти? О, так ты не знаешь меня, значит. Я на каждом богослужении. Вот сегодня у нас идет так называемое апостольское служение, мы называем его богослужением, в кавычках немного, батюшки нету. И тут тоже есть, почему, а собираются церкви, люди в церкви, у нас есть Игнат Тихонович исповедник, он же чтец, брат чтец, брат Севастьян чтец, я тоже чтец. То есть у нас от церкви многое есть, батюшки нету. И есть верующие братья, братья верующие, ну сестры тоже сюда входят, братья, так, по церковному. То есть и здесь тоже бесы присутствуют. Но у нас нету войны. Апостол Павел про это говорит, про вражду между братьями. Неужели среди вас не найдется разумного, который может между вами рассудить. А в чем дело было? В корейской церкви братья так ссорились между собой, что приходилось идти в мирской суд, подавать заявление на какого-то брата, что он что-то не так сделал, и судиться в мирском суде. И он говорит, как так? Не может быть, это уже зло, зло бы, прям они в вашу церковь зашли. И разделение творят. Вы видите, одна группка называет себя кифовыми, другая полосовыми, третья павловыми, четвертой христовыми. Как так? Христос за кого распялся? Он за всех вас распялся? вы все должны быть христовыми. Как так вы начинаете разделяться? А почему? Вражда начинается. Вражда я сколько раз говорил о клановости. Клановость. И она к чему привела? Сейчас мы видим, у нас там, где батюшка наш проживает. Клановость пришла. Клан, один клан, и православные, еще православные. Прям вражда идет. Почему? Духи злобы попали. Куда надо. вместо тела. Это мы не должны быть участвовать в этой злобе. То же самое вот пришло время, 79 лет не было такой отчаянной злобы после того, как в 45 году победные фанфары прогремели, все, победили фашистскую Германию. А теперь опять пришли духи злобы. Опять люди массово друг на друга имеют ненависть. И вот глядите сейчас, вот эти области, которые сейчас перешли к России, они были сразу взяты. И там люди не участвовали в мобилизации. То есть там никого не убивали русские, потому что они были сразу прихватизированы. А в других-то местах сейчас массовая гибель, там уже почти 300 тысяч такие цифры говорят. Это страшные цифры. То есть скоро в каждой семье будет кто-то может даже погибший. И что дальше, как будут относиться к нам. Это все духи злобы поднебесной. Но мы не должны быть такими, самое главное. не должны быть. Но самое главное, что те люди, которые говорят, что они в церкви, я не могу назвать их церкви, простите за это, не могу никого назвать из них в церкви, что они есть. Иначе бы они восставали как-то, что-то говорили бы, хоть одно слово бы сказали, патриарх, поглядите, а тут написано у Христа в пятой главе, 44-м, там, стихом 40-го начинаем, что вы должны любить врагов. Стоит, отправляет мобилизационных, стоит генерал, там, большие звезды, а сзади стоит священник. Немножко, ну, стриженная борода, чуть-чуточку вот так оставлено, что ты ждешь-то? Ты что, священник, что ли? Духи злобы поднебесные на тебя действуют или нет? Действуют, я их и слушаю, стою, видишь какой. Сейчас пойду вперед, скажу-то, я туда иду. Да ты не это должен делать. Ты генералу должен сказать, дай я слово скажу солдатам. Солдаты, вы должны любить врагов своих. И что дальше? Так, иди сюда, те руки заломали, ласты, как говорится, загнули, и в тюрьму. Все, духи злобы начали на тебя действовать. Но, тебя охраняют ангелы. Другие духи-то тоже с нами. Ангельские-то духи. И ангельские должны в нас победить, в нас, именно вот кто мы сейчас тут, сколько нас есть, вот к кому я обращаюсь, может кто-то услышит еще в интернете. Нас не должны духи злобы победить. У нас все есть. У нас есть щит веры, у нас есть духовный меч, о котором говорилось дальше. И что? Мы должны пользоваться этим. мы должны об этом и говорить. Если не желают эти люди пользоваться, которые себя церковью называют, и большие погоны имеют, у них там званий много всяких, все-всевышние там они чуть ли, все-святейшие, если они не хотят брать эти духовные оружия себе и в помощь, и идти за светлые силы, за силы Христовые, то мы-то должны это взять, мы не должны это бросать. И в это ожесточенное время видим, что духи злобы ожесточились, они кинулись на всех, везде злобу рассеять, а нет, а мы не дадимся. Должно быть у нас единодушие, единомыслие в наших рядах, в наших, вот здесь, в наших рядах. Жаль, что не все здесь братья, не ко всем обратился, но эта сплоченность должна быть не только в воскресенье, но и в субботу. В субботу вообще, вообще практически никто не ходит. Ну вот Юля выздоровела, она с малышкой в субботу идет, а малышка неспокойная у нее. Малышка, иди сюда, иди сюда. Видите, она никогда не придется, она как мой щенок боится почему-то меня. Знаешь, что я буду? А-та-та, а-та-та по попке. Не кусай, где попало, не грози провода. Нельзя бегать по церкви, церкви не бегают. Нельзя убегать от мамы, у нас в храме нельзя этого делать. Ты должна быть рядом с мамой, понятно? Если куда-то захотела пойти, ты должна заранее сказать, мамочка, я там захочу в туалет, или что, ты меня выведи. В церкви в храме вот там говорить нельзя, вот тут говори. Но ты же ничего не будешь тут говорить, правильно? Потому что очень упорная, на тебя действуют духи злобы поднебесной, девочка. Ты их не слушай, ты слушай светлых ангелов, то, что тебе родители говорят и читают Слово Божие. Ну все, я и для нас тоже это прочитал. Господу славу. Ай, иди кофминь. Что еще? Что еще? Вот, да. Вчера Витя позвонил Савченко, просил поклон всем передать. Говорит, чувствую вашу поддержку молитвенную, всегда ощущаю, сейчас он язык свой, значит, на второй уровень, а у него, он сказал, переходит на высшие курсы, думает, гражданство принимать, не принимать, дети на надобном обучении, и Анна занимается с ними пока, знаний хватает, как дальше, там видно будет. Я говорю, не действует на вас эти ЛГБТ там, насчет детей, все, он говорит, ну, слава Богу, маленький город, коммуна, три тысячи человек нету, на границе с Бельгией живем, пока нас никто не трогает, живем спокойно. Помоги, Господи, не оставляем говорить мысли, если что, вернуться, я говорю, не думайте вернуться, может быть и вернемся, если будет хуже. Морозы у них минус восемь, я удивилась, во Франции минус восемь градусов морозы стоят, да, но на следующей неделе, говорит, плюс десять обещают, градусов будут дожди. У нас тоже дожди будут. У нас тоже когда-то будут дожди. Обещаю дожди, вот на днях. Не дай Бог, Господи, Александр Ильич, не надо нам, на мой берег турецкий. Еще о болящих упомянули, я попрошу помолиться, Никита заболел, тоже вот уже третий день болеет. Грибь, да, как все? Ну, сейчас у нас это вот продолжение, той эпохи, то есть время разделилось до и после, до ковида и теперь после ковида, то есть это уже теперь, между вирусами тоже конкуренция, поэтому те, которые были, грипп, другие аденовирусы, там, респираторные, мелочи-то, они побеждены вот этой, коронавирусом, он теперь занял эту нишу, поэтому это будет уже как сезонное, заболевание, причем разное проявление, у кого-то это верхние дыхательные пути, легкие, а у кого-то это желудочно-кишечный тракт, так что, а у кого-то головочка бы была, у кого-то болит, и в том, в другом случае. А Надя работает или что? Работает. Надя работает. Еще болящих всех помянули. А что, Енафа убежала? Нету ее? Надя Любовь Петровна, ее не написали. Здесь? Енафа, что ты там прячешься? Иди сюда. Они работают. Иди сюда. Живут. Че твои там? Болеет и болеет. Ну, конечно. За Валентин я хотела. Валентина Павловна, она вот не может как-то все равно молиться. Иди сюда, садись. Где-то рядом она пошла все-таки. Че ручки? Я хотела, чтобы Сережа попросила маме помолиться, Валентина. И о Валентине Барышниковой. Она вот позвонила. Свет они почти не зажигали. Сестра работает с утра до вечера, приходит уже темно, и, видимо, не включает. Валентина, она тоже. И вот они, как они экономят, у нее один киловатт. Вот вы можете представить, один киловатт потрачено электроэнергией. за месяц. Вот, а к ней, естественно, претензия не может такого быть. Вы воруете, кто-то ей там говорит. И она как возмутилась, и я буду заявлять туда-сюда, я туда пойду сюда. Ну, в общем, вот я говорю, а как так может, один киловатт? Она говорит, ну, мы лампочки почти не включаем совсем. А как ты тогда? Они как? В темноте. Лучи, ну что? И вот, просто и жалко, вот ее откровенно. И болеет она тоже так, у ней болячек много. Ну и вот, куда она жаловаться пойдет, не знаю, но пойдет. Просила помолиться. Знаете, сколько вы киловатт мотаете в месяц? Сколько киловатт в месяц наматываете? Не знаю. Любовь Николаевна. Братья, братья, вы географию сразу представьте. Вы знаете, где эта зона, зону так этот город находится? Ну, вы представляете себе, что она там сидит, морозы, сугробы вот такие вот. Она сидит там бедная, один киловатт. Ну, у них там плюсовая температура. Чего вы так переживаете-то сильно? А делись потеплее. Барышникова. Барышникова? Да, Барышникова и Валя. Я думал, я думал, Валентина с Артисон там. Нет. А, Барышникова. Как ты сразу-то не догадался, Игорь. Барышникова. Что Игорь. Да. А я думаю, что она куда она... Я так еще представил, на немецком она там возмущается. Думаю, как так? Хенде-Хох. А, ну, и что получилось, ладно. Семенович, Игорь Михайлович, Ваше слово. Живой я остался. Аллилуйя. Аллилуйя. С чем мы поздравляем? Я помню про русского историка Карамзина. Он написал, где-то 4 тома было, а потом еще. И царю подарил. А царь встретился с ним, интересный человек. Я говорю, читать не могу. Столько у меня много. Ты коротко скажи, что там есть. Он по-своему говорит, ворует. Вот я сегодня об этом хочу сказать. Че? Много что хочется сказать. Но одно на разу уже, который раз говорю, и вижу, никого не слушайте. Кто будет говорить против того, что я говорю. Никогда не переходите в патриархию. Это первое. Первое и самое важное. Сейчас выступил перед международными собраниями патриарх греческий варпаломей. Много еще не знаешь, но тут что открыто. Буквально крестовый поход против российского всего объявлен. И мы к этому будем прислоняться, когда нашего там ничего нет. Они не образовали общину. Ни под каким видом. Какие бы условия ни стали, наши священники, что угодно делают, пускай. Никогда туда не идти. Почему? Там смерть узаконенная по их беззаконию. А так мы неуязвимы для них. Мы к ним не относимся. Они могут сейчас, видите, Льюгову, через Боркино. Могут. Но нас они никак не могут. Вы хорошо слышите? Я слышу. Я слышу. задавить себя. Понимаете? А других не знаем. Какое у нас интернетное сообщество. Нигде больше в интернете нет этого. Как знают нужную друг другу. Вот сейчас это издание трехтомника к этому готовиться. Никогда. И на этом все. Притом нас никто не трогает, не заставляют. Сидите, не гадитесь. Вон, села их наша сидеть спокойно. У меня все. Сидите спокойно, тихо. Мы знаем все, мы каждый день об этом молимся. Никогда никуда. Нас Господь так сделал. Епископ Ивтихий умер. Умер. Где он теперь? А ведь он перед тем, как вот об объединении говорить, он какое послание сделал, я вам могу сделать без интернет, у меня оно есть на руках. Ни под каким видом нельзя идти. Они ни в чем не уступили нигде. Это серьянство, это предательство. Тысячи священников на их совести. Это серьянство. Это он говорил, а потом утром встал по-другому, почему мне Бог открыл. Так это все говорит он. Мы в это не можем верить. Мы верим в то, первое, что он говорил. У меня на руках от него получен этот документ. никогда ничего не надо делать. Просто забирайтесь кому надо. Какая свобода. Пошел домой человек. Пришел там где-то. Когда нужно обратиться, помогут. Бог знает, сегодня столько, завтра столько будет. Никогда не один наказ. Второй, третий, пятый, все касается одного. Сидите спокойно. А то обещают царство небесное, кто там умирает. А может живем от убийцы идет. На этом все остановиться надо. Все. Спасибо Христос. Я переживаю очень сильно за вас. Забыл вспомнить сейчас только. Несколько дней назад я видел по телевидению в интернете священник говорил о том, что Николай Второй якобы предлагал себя избрать для патриарха. Давно было. Это Игнать Тихонович доказывает пишет все. В ответ есть вопрос про Николая. Синод или кто там был не согласились он встал и ушел. Так что началось с этого. А потом уже... Просто они еще не сказали промолчали. Промолчали. О, повернулся и вышел. Вот так. Так что... патриарх до мозга гостей. Непонятно. Так, выпущу лови, все, я уже кончился. Это да, Игнать Тихонович. Достойно есть всякого истинно. Блажит Тетя Богородица Присовлаженную и Принопородшую и Матерь Бога Нашего Честнейшую Херудин и славнейшую без сомнения Серафим Без истрыния Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину Нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, приняй нашу молитву возделяя рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед Пресловом благодати Твоей Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняющего как зиждитель. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских пролитой крови Сына Твоего единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими наши молитвы о всех заповедовавших нам молиться о них. Услыши и исполни и о незаповедавших вспоминаем коснись их сердец отверзи им двери покаяния. Тебе Божья хвала, Тебе слава, Тебе счастье и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат от рабы Твоих голос Твой. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Слава Тебе.